Да, аллилуйя, утренняя молитва, сегодня 13 ноября, 2018 год, да, слава Богу, аллилуйя. Да, братья и сестры, приветствую всех, вас слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу, аллилуйя. Приветствую всех из Рязани, древнего города. Эти дни я здесь проводил семинар, проповедую в церковных собраниях. Кстати, вот вчера тоже читал журнал «Вера и жизнь». Знакомый, наверное, да, вам журнал, потому что многие христиане разных конфессий читают этот журнал «Миссионерского союза Свет на Востоке». Христианский журнал. Это второй выпуск за этот год, 2018 год. Я редко открываю подобный журнал, но знаю его хорошо, потому что прежний редактор, здесь слово уже колонка, новый редактор уже, Цорн Вальдемар. Вот, но вот давно еще, в 98-м или 99-м, не помню точно, году, ну, могу сейчас быть неточным, да, одним словом, давно, уже много времени прошло, порядка 20 лет, этот журнал опубликовал и мое тоже свидетельство. Очень интересно было, да, так увидеть. Вот, думаю, надо же, баптисты публикуют меня, ну, как мне, мне очень понравилось, что вот именно люди такие, ну, не сектантского такого типа, знаете ли, открытые для верующих разных конфессий, разных динаминаций, вот, именно чтобы прославить Господа Иисуса, вот, слава Богу. Да, хорошее свидетельство здесь, очень даже, вчера я, ну, очень тронут был, да, этими свидетельствами. А, вот, вот здесь называется «Вырывать из челюстей львиных», с 20-й страницы, начиная, идет это очень такое сильное историческое свидетельство. Это интервью, будем так говорить, да, значит, с Анатолием Анатольевичем Редином, пастором здесь, в баптистской церкви. Вот, слава Богу. Очень хорошее свидетельство о служении, вот, баптистов. В советское время еще об Анатолии Сергеевиче рассказывает, Анатолий Анатольевич, о своем отце свидетельствует. Вот, вот, и об баптистском таком проповеднике здесь, который был, ну, долгое время служителем и очень таким известным служителем здесь. Вот, знаете, с чудесами, знамениями Бог, вот, сопровождал проповедь Слова Божьего, вот, в советское это время здесь, и в Рязани, в самой. И, знаете, я размышляю над тем, что, действительно, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И дух дышит где хочет. Вот, действительно, неважно, какая там церковь, какая конфессия, динаминация. Вот, пожалуйста, Анатолий Сергеевич, баптист был, значит, вот, молился за больных, люди исцелялись, задержимых там. Там один из примеров таких, очень таких, живописных. Молился за освобождение одержимой там от той женщины с постом, молитвой, значит, там, и все, бесы покинули эту женщину. Вот, и она потом в здравии служила Господу, была, вот, хорошо знакома детям. Вот, Анатолий Сергеевич вспоминает еще по детству своему. Вот, слава Богу, они поражались этой перемене вообще в той женщине. Ведь каждый покаявшийся грешник, дамы и господа, братья и сестры, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще как будто бы одна пять земли, отвоеванная у царства тьмы, перешедшая, вернувшаяся в царство света. Слава Богу. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя, Господь Божий, за Рязань, за духовное пробуждение, которое Ты здесь совершал, Господь. Здесь, на этой древней Рязанской земле, Господь Божий, в 20-м столетии Ты, Господь, пробуждал многие души, касался их сердец, спасал их, Господь. Сегодня, Господи, в наше время, в наш час, Божий, пробуди землю, Господь Рязанскую, от сна греховного, пусть имя Иисуса Христа воссияет, Господь, здесь. Божий, во имя Иисуса Христа, пусть множество грешников склонятся при Тобою, вернется к Твоей любви, Господь, к Богопознанию. Божий, обретут счастье, покой, мир, радость. Слава Тебе, Господь, благодарю Тебя за эту поездку сюда, в Рязань, за то, что здесь проповедую эти дни слова Твое. Благодарю Тебя, Господь, за Анатолия Толича, Божий, за его эти воспоминания об Отце, о служении, Господь, здесь, в Рязани, баптистов. Благодарю Тебя за братство баптистское здесь, Господь. Благодарю Тебя за служение во имя Христа Иисуса, слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, что на семинар сюда, в баптистскую церковь, пришли и харизматы, и писятники, и адвентисты, и баптисты, разные очень верующие. Благодарю Тебя, Господь, за настоящее братство, не поддельное, не формальное, не юрисдикционное, не конфессиональное, не динаминационное, а в истине и любви, в Духе Твоем Святом. Благодарю Тебя за единство церкви Твоей, тела Твоего, настоящее, не поддельное, правдочное, не по наружку, а по правдочному, через кровь Иисуса Христа, в любви Твоей, Господь, в истине Твоей. Освяти их истину Твоею, Слово Твое есть истина, молился Ты, Господь, о единстве народа Твоего, Боже, благодарю Тебя, присоединяясь к Твоей молитве первосвященнической, молю Тебя, Господь, о единстве в наш час, в наше время, Господь, Боже, в нашу эпоху, благословен Господь, благословен Господь, Аллилуйя. Отныне и вовек благословен Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь, Аминь. Царю небесный, утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя. Благословен Господь. Благодарю Бога этим добрым утром, братья и сестры, вас благоставляю всех во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Вот такие воспоминания. Вчера вот допоздна читал журнал, свидетельствуйте, и восхищался Богом, и благодарил Бога за все, Аллилуйя. Вчера братья приезжали, и здесь я проводил тоже молитвенный час, такое время, в 9 часов вечера была здесь молитва, и делился словом из послания к евреям, восхищаясь Иисусом, и сегодня, сейчас, в этой утренней молитве уже, хочу вновь тоже прочесть из Божьего Слова послание к евреям. Вчера я утром читал самое начало из послания к евреям, первых три стиха, первой главы. Да, да, послание мессианским евреям, оно уникально, оно действительно говорит о Иисусе, так как ни одно другое послание Нового Завета восхваляет Иисуса, это послание, потому что мессианские евреи действительно в понимании их храмового благочестия, в понимании храмового служения, синагогального служения, но больше храмового тогда служения, отчетливо должны были осознать, и осознали таки. И сегодня мы осознаем все, евреи, не евреи, осознаем великое первосвященство нашего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, Ишуа Машиаха, великое первосвященство, он великий первосвященник, и в этом послании к евреям действительно раскрывается таинство, мессианство, таинство первосвященства Иисуса, Ишуа, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, и все это послание на самом деле, оно восхитительно просто, удивительно, читая это послание, просто, наверное, как ни в другом, каком-другом послании Нового Завета, восхищаюсь я Иисусом, восхищаюсь я Христом, Машиахом, нашим Господом. И вот хочу продолжить чтение, начатое вчера, Вчера первых три стиха, первой главы к евреям. И вот, начну все-таки с третьего стиха, вчера прочтенного. Здесь написано, что Иисус Христос, сей, да, Ишуа Машиах, будучи сияние славы, сияние славы, сияй, Иисус, сияй в наших судьбах, Аллилуйя. Он есть свет истинный. Да, в этом послании просто потрясающие вот эти слова об Иисусе говорятся. Он что? Он сияние славы. Я просто, ну не могу сейчас не засвидетельствовать, не могу сейчас просто, не имея морального права просто, не вспомнить вот о том, что у него есть сияние, как написано, сияние славы Бога, сияние славы Божьей, сияние славы Отца, сияние славы Вечности. Вот, и я этот свет видел однажды в видении. Этот свет, это было давно, я об этом много рассказывал, свидетельствовал одно время. Свидетельствовал о еще советском времени. Вот вчерашнее тоже свидетельство, оно меня подтолкнуло к этому. Вчера Анатолий Анатольевич рассказывал, что было трудно, говорит, молодому человеку, ему еще ребенку, ну подростку, было сложно полюбить этих милиционеров, КГБшников, которые преследовали верующих, которые арестовывали, ни за что сажали в тюрьму, за проповедь Слова Божьего лишь. Вот, и отец его, мудро очень ему говорил, своему сыну, что именно мы должны любить, благоставлять гонителей наших, любить их, действительно, неподдельно, любить и благоставлять, и молиться за них. Вот, и сам подавал пример этому, вот, именно этой такой неподдельной христианской любви. И сегодня многие христиане, даже и здесь, в Рязани, и мне чудно это, на самом деле, слышать было, очень, я восхищался Богом вчера тоже, вот, слушая Анатолия Анатольевича вживую, я не только читал, вот, в журнале «Вера и жизнь», вчера вечером об этом, но еще и в обед, мы обедали вместе здесь как раз, вот, была супруга его, была сестра, еще некоторые там братья, потом приходили, да, сестры, но Анатолий Анатольевич рассказывал как раз об этой любви, неподдельной христианской любви, и о плодах, свидетельства плодов этой любви, потому что, уже будучи служителем здесь уже, вот, пастором здесь, в церкви Рязанской, Баптистской, однажды позвонил один человек, вот, который, ну, был, кем он был, второй секретарь, что ли, обкома партии, по-моему, здесь, когда-то, при обкомах этих всех советских, он, короче, был гонителем, и вот, все вот эти вот, то, что сажали его отца, обыски проводили этим многочисленные, инициатором, вот, ну, почти всех этих вот там, этих гонений, на его семью Рединах, был как раз вот этот человек, вот, который за, ну, по религиозным, я так понял, вопросам каким-то отвечал, наверное, в этом откоме, или, или была его инициатива, я не уточнял, но, по крайней мере, значит, он признался, вот, что, так оно было все, по его инициативе, вот, или по работе, но, он просил прощения, представляете, уже будучи стариком, уже, вот, перед смертью, лежачим уже, вот, он решил очистить свою совесть, все-таки позвонить, вот, значит, там, и попросить прощения, думаю, слава тебе, Господи, и, хотя, самого Анатолия Сергеевича, уже не застал он в живых, потому, что уже ушел в вечность, сам, старший Анатолий, Эйдин-то, уже ушел в вечность, но Анатолий Анатольевич, как сын его, и сам, как претерпевший, тоже еще подростком, эти вот подростки, дети, это порой еще больнее переживает, я тоже переживаю, конечно, гонение сейчас, но, я понимаю, что мы с супругой не так сильно можем переживать это, действительно, как переживают наши дети, вот, я помню тот обыск, который провели у нас в квартире, приехали следователи милиции, значит, там, ну, полицейские сейчас называются, значит, там, и с понятыми, значит, там, все, все осматривают, значит, там, и я ощущал это, потом уже осознал, что вот дети, они так готовились в школу, вот, многие, да, собирались, ранним утром-то все было, еще все только готовились в школу, еще даже не завтракали, и вот, и наглянула тоже и полиция, и КГБшники, там, сейчас ФСБшники называются, значит, ну, ну, в принципе, дело-то не в названии даже, милиция, полиция, там, как, люди, которые носят меч, ну, сейчас, не мечи, конечно, носят, но в Библии так вот называются, слуги Божьи, которые носят меч для наказания, делающих зло, и поощрения, делающие добро, и знаете, очень прискорбны, когда, носящие меч, как говорится, обреченные властью люди, носят меч не для того, чтобы наказывать делающих зло, а наказывают делающих добро, и наоборот, поощряют делающих зло, это извращенное понимание, к сожалению, но это реальность, очень часто так оно в реальной жизни происходит, к сожалению, вот, особенно вот в советское время, да и сейчас вот, как бы, значит, такой некий, как бы, ренессанс советский, вот, это все, знаете ли, вот, происходит, и я потому, молюсь, конечно, за гонителей наших, молюсь за тех, кто, вот, гонит верующих сегодня, притесняет, как бы, да, но больше даже молюсь сейчас о детях своих, чтобы не было никакого, особенно послушав Анатолия Анатольевича вчера, я это понял, очень важно молиться за детей, и чтобы не было вот этого ожесточения, чтобы все-таки мы действительно учились Божьей любви, благоставляли гонителей наших, не проклинали, а по поводу света, да, потому что Бог даст покаяние этим людям, Он дает покаяние, даже, может, кому-то даже, как вот тому второму секретарю, обкома партии здесь, Рязани, может быть, перед смертью уже даже, но даст покаяние, вот, один из гонителей, в Библии помните, там, Савл, то гнал церковь Божью, инквизитор, гонитель, а стал апостолом Христом, вы представляете, то есть, а этот, про баптистов много тоже читал, про присядников читал много, значит, в Одессе я бывал много раз, очень люблю Одессу, это удивительный город, жемчужина, действительно, у моря, жемчужина у Бога, вот, и там в 20-е годы было такое духовное пробуждение, много баптистских церквей, еще больше пятиатнических церквей там образовалось в те времена, вот, и, значит, Воронаев был такой служитель там, в Одессе, и, значит, и однажды там был случай, покаялась жена одного из руководителей ЧК, представьте, в 20-е годы, коммунист, чекист, да, один из руководителей ЧК Одесского, вот, и его жена стала верующей, вот, она посещала собрание, так, ну, тайком, ну, все узнавалось, конечно, вот, и тот муж ее узнал, значит, и он вознегодовал просто, прямо из кабинета, с наганом своим, значит, ну, с пистолетом своим, значит, в машину, и, помчался, туда, где верующие собираются, где, Воронаев там проповедовал, ну, в Одессе там все знали, тем более чекисты, они знали это собрание, вот, и поехал разбираться, что жена его стала там, сектанткой, вот, я не помню фамилии его там, значит, можно в интернете посмотреть даже там, как-то, Славик, по-моему, как-то, как-то так вот, интересно даже его имя, там фамилия, и вот, значит, и узнать бы, я просто в Одессе однажды, один раз только лишь был на такой экскурсии, она называется Одесса Евангельская, Одесса Евангельская, и братья там, один брат проводил, для меня эту, как бы, да, удивительно получилось, так для меня, да, именно, значит, ну, они проводят такие, да, вот эти экскурсии, которые так называются, Одесса Евангельская, этот брат, он с церкви, как раз, вот этой, которую Воронаев основывал, это, она называется Народная церковь сегодня, я там проповедовал много раз уже, вот, интересная очень церковь, и там, она еще интересна тем, что там, значит, ну, как исторический мемориал, то есть, определенный такой, посвященный памяти этих героев веры, и вот, и тот чекист, он вошел в собрание, уже ближе к концу, получается, когда был призыв к покаянию, Воронаев делал призыв к покаянию, вот, шалом лиха, Арсений пишет, аллилуйя, и вот, значит, и этот чекист вошел с пистолетом своим, с оружием в собрание, и Дух Святой, Дух Божий, так сильно его коснулся, в этом призыве к покаянию, он забыл, зачем он зашел даже, он был настолько вот заворожен, этой Божьей любовью, Божьим присутствием, восхищен, он стоял, стоял с пистолетом в руках, люди там шарахались, надо же, зашел чекист, руководитель ЧК, с пистолетом в руках, явно не с добрым умирением, а здесь он стоит, и вот, слушает слово, восхищается Богом, Бог коснулся очень сильно в тот день, и когда был призыв к покаянию, первым вышел этот как раз, руководитель ЧК, значит, с пистолетом прямо в руке, он даже забыл, что он с пистолетом в руке, он даже не положил туда, куда, в кобуру там, или как там называется, пистолет свой, он так и вышел прямо с пистолетом к кафедре, я не знаю, наверное, для правоведника это было тоже моментом испытания, веры, и слава Богу, этот руководитель ЧК, он покаялся, представляете, даже в те годы, 20-е годы, оставил, потом положил на стол партбилет, вышел из ЧК, и несколько лет он был проповедником, даже помощником, даже, по-моему, Варанаева, но потом он стал мучеником за Христа, его вчерашние же, его коллеги-то его и убили, вот там, использовали, сбросили, ну, расправились над ним жестоко, но это, но самое, знаете, для меня было такое свидетельство, что вот человек покаялся, вот в этом присутствии Бога, другой, может быть, зашел бы, и с него как сгущся вода, и он это присутствие не ощутил бы Божье, вот, а другое, именно тот человек зашел, и вот, и ощутил это присутствие, что здесь сыграло роль, я думаю, что одна из причин, за него молились, ну, по крайней мере, жена его, точно, я больше, чем уверен, потому что, когда я приходил к Богу, пришел к Богу, да, встретился с Богом, то моя просьба была за родителей, за близких у нее людей, и любой человек, переживая обращение к Богу, он, конечно, молится за своих родных, ближних, вот, а кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры, тот хуже неверного, вот, любой нормальный верующий, он молится, и заботится о своих родных, слава Богу, спасибо тебе Господь, а по поводу сияния славы, я вспоминаю в советское время, еще в 80-е годы, когда служил в советской армии, и в карцере, я видел свет, яркий свет, офицер, который меня тогда направлял, в этот карцер, на гаупахту, и почти всегда меня в этот карцер сажали, вот, да, жестоко обращались, да, ни за что, казалось бы, да, но я понимал, что это противостояние, не со мной, было этого офицера, а с Богом, не я его раздражал, как солдат, я все выполнял, как надо, его раздражало, что в роте, образцовой роте, в полку, да, но была, как говорится, как начальник штаба говорил, паршивовца, которая все стадо портит, он считал, что раз на личном деле, написано было еще в военкомате, верующий, то это проклятие, как бы, значит, на самом деле, это было благословением, он-то не понимал этого, вот, и, да, значит, и прежний рот на меня отпускал, ну, часто отпускал, значит, там, на служение, в воскресенье, да, и в субботу вечера, на все, на что я часто бывал, значит, и удивительно, конечно, вот, но последние полгода, да, службы армии были очень, такие жесткие у меня, вот, большей частью на гаупахте просидел, и почти всегда, когда попадал на гаупахте, попадал в карцер, и вот, дошло до того, это противостояние, что, офицер этот ротный мой, тогдашний, он, значит, он был таких, из блатных офицеров, то есть, его начальный, его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник, он был старшим лейтенантом, а отец его такой был крутой, вот, значит, тесть его приезжал к нам, он был прокурором по Московской области, главным там, старшим, там, то есть, вот такие фигуры его родители были такие, ну, очень серьезные люди, то есть, для него я, как ничто просто, он считал солдат простой, для него ничто, тем более верующий, это для него было как проклятие, как вот, ну, бельмо, и он хотел, ну, просто раздавить, уничтожить, и поклялся, значит, в дисбат меня отправить, как минимум, вот, на полтора года сядешь у меня, в дисбат, ужасно не хотелось, мои все уже увольняются, уже, почти призыв мой поувольнялся, весь, значит, остались либо самые хулиганы, либо вот меня верующего держат еще, вот, значит, и, и знаете, значит, и вот, плюс еще такая перспектива, ну, и посадили, когда на гоупах, тут, там, держали, там, вот, продлевали, продлевали, продлевали мое там пребывание, сутки, трое суток, сутки, там, двое суток, трое суток, объявляли каждый раз, и вот набежала, общей сложности полтора месяца, вот, и говорилось мне, передавалась информация мне, когда наш рот в караул заступала, что, значит, писарь роты нашей, передавал слова этого ротного, я, потому что ротного больше не видел, этого, вот, а писарь передавал его слова, значит, ротный, что, значит, живым-то оттуда не вернешься, вот, начальник этого дисбата, куда он, меня должны были отправить, по Московской области, куда он, там, уже похлопотал, значит, его родной дядя, вот, и они там дембель, ногами вперед уже делали, ребятам некоторым, там, вешали кого-то, там, и потом на самоубийство списывали, и, говорит, из полка списать можно, ногами вперед, вот, просто, а с дисбата тем более, вообще нет проблем, ну, короче, запугивали так всячески, значит, и, а я, что, я молодой совсем пацан, еще, значит, я не хотелось дембель ногами вперед, знаете ли, вот, просто вопил к Богу, молиться запрещали, конечно, значит, там, добавляли еще сутки, двое суток, еще добавляли, значит, за, если там что-то начало молиться, вот, били еще, значит, там, ну, я, знаете, что, скажу, что, да, еще дышать этим хлором, этим, конечно, как в грузовом лифте, в холоде, в голоде, в жажде, не спать, промерзнуть полностью, мне кажется, я промерз, мне казалось, промерз вообще, да, да нельзя уже полностью, как это, ужасно, согревался лишь только, когда вот, немного приседал, отжимался, чуть, чтобы, чтобы хоть немного кровь разыгралась, в одном ХБ, в таком холодном карцере, в этом, это ужасно, находиться, вот, это просто, просто сумасшествие, и вот, и, значит, и еще этим хлором дышать, вот, там ребятам, ну, издевались там жестко, конечно, очень сильно, вот, ребятам некоторым делали, такой, как нам, аквариум, называли у нас это, наливали туда еще там, два-три ведра воды, значит, и совок хлорки бросали, и закрывали, она почти камера, ну, герметичная же почти, вот, там, значит, сразу сопли, слезы, башка вот такая, человек сознание теряет быстро, вот, ну, травили хлором, одним словом, потом вытаскивали, приводили в чувство, потом, если нужно, повторяли процедуру, ну, после этого вот такой уже, короче, страшные такие были, вот эти, издевательства, и, поэтому, у нас полк был такой особенный, вот, при курсах выстрел, высших офицерских курсах, вот, и было все очень жестко, поэтому, наверное, поэтому, элитный полк, будем так говорить, поэтому, и элитные были издевательства, такие особенные, которых даже в других полках, там, не видели, к нам приезжали, там, с Таманской дивизии, с Кантемировской дивизии, у нас учились тоже, ребята, значит, и они были в ужасе, говорит, ваша гаупахта самая жесткая, даже московская гаупахта не такая жесткая, как у вас, хотя там тоже издевались, конечно, порой, но, когда издевались над теми, кто были, вот, ну, хулиганы, там, что, это было как-то еще понятно, ну, а когда издевались над верующими, конечно, это было, ну, непонятно, ну, мне это понятно было, ребятам было непонятно это, за что вообще непонятно им было, но я понимал, что противостояние не со мной идет, а противостояние с Богом, и там, в карцере, я пережил первый раз в жизни видение, находясь в теле, не выходя из тела, я видел, ну, скажу, Бога, видел другой мир, это был Христос, я видел яркий свет, который, вот, пришел вдруг, внезапно, это же, без всякого предупреждения, хотя я был уже изможден так, что, честно говоря, уже все, я, просто, вот, с одной стороны, то, что запрещали молиться, то, что, значит, все так было плохо, это было плохо, и на шалом, и на шалом, вот, с одной стороны, было плохо, а с другой стороны, сейчас вот прошли годы, сейчас мне почти 50 лет уже, 49 лет, вот в мае будет 50 лет, уже почти 50-ники, мой юбилейный год, 50-й год моей жизни, благодарю Бога за это, в этом юбилейном году я наслаждаюсь Богом, очень сильно, вот, и знаете, прошли годы, ну, достаточно уже много, и я благодарю Бога сегодня, за то, что это было в моей жизни, и за гонителей моих, и за гонения эти, хотя это может показаться чудным, конечно, и странным, со стороны, наверное, для неверующих, это может даже показаться вообще безумным, как можно благодарить за такие гонения, как бы, как можно благодарить Бога за такие, ну, испытания, да, но, да и те христиане, что не проходили испытания, такие серьезные в своей жизни, наверное, скажут это странно, как минимум, вот, а неверующие вообще это скажут, это безумие, но те, кто что-то проходили серьезно в своей жизни, испытания какое-то, гонения, то они согласятся все-таки, думаю, со мной, что это, ну, большая часть, по крайней мере, когда сразу это только гонение проходит, это кажется еще, ну, когда больные воспоминания, и когда раны на сердце, такие, да, то сложно-то еще, как бы, Богу благодарить за это, а вот проходят годы, и со стороны смотришь, и все больше и больше благодарности к Богу наполняешься, я, по крайней мере, вот, переживаю нечто подобное, со стороны видней, говорят, я художник вообще по своей специальности, поэтому, вот, когда художники оценивают картину, да, обратили во внимание, наверное, да, они отходят подальше, вот, даже если это не такая картина абстракция, а просто реалистичная, допустим, картина, живопись, такая реалистичная, реализм, как говорится, да, вот, все равно отходят, почему, чтобы оценить, ты как пятно, оценить это как, действительно, цветовая, тон, все оценить со стороны нужно все-таки, и вот, картина нашей жизни, она со стороны видней, я понимаю, конечно, до конца она все равно не видна, до конца она может быть оценена, наша жизнь, только лишь с позиции вечности, я это прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, потому что я туда заглянул, в эту вечность, в 13 лет я умирал, я был перед Богом, я понимаю, о чем говорю, я отдаю себе отчет, что действительно, земная наша жизнь, она оценивается только лишь со стороны вечности, не с земной жизни, до конца, ее оценить можно, правильно оценить, объективно, целомудренно, по-настоящему, по-правду, что мы только с позиции Бога, только с позиции вечности, в этом я убедился, это я видел сам лично, видел свою жизнь, со стороны вечности, будучи перед Богом, в 13 лет, вот, пережив смерть, от двусторонней пневмонии, будучи перед Богом, я знал, я видел все это, я знал и понимал, вот, и, но, все-таки, даже находясь в этой земной жизни, со стороны, проходя, когда проходят какие-то годы, и все начинается видеть, ты начинаешь видеть в другом немного свете, в истинном, более истинном свете, будем так говорить, и вот, сегодня я благодарю Бога за эти гонения, вот, потому что, благодаря тому, что запрещали молиться, допустим, я научился безмолвной молитве, то есть, молитве, когда тебе даже не нужно, когда ты даже голосом, даже ничего не повторяешь, немая молитва, безмолвная молитва, вот, сердечная молитва, вот, это был мой канцер, был моей школой, молитвенной школой, вот, я в среду буду проповедовать, здесь, в аптистской церкви, Лизанской, как раз о молитве, это будет молитвенное собрание, и я хочу, как раз, тоже посвятить это реформации, это слово, 501 годовщине, потому что, благодаря тому, что началась реформация, в 16 столетии, за 5 столетий этих, молитва пережила духовное, ну, такое возрождение молитвенное, да, и это очень важно, очень важно, поэтому я об этом буду свидетельствовать, готовлюсь к этому, к этой проповеди, сейчас, слава Богу, сегодня у нас, время такое, вторник сегодня, вот, завтра уже вечером, это будет собрание, если получится, технически, то сделаю трансляцию, если нет, тогда уже, постараюсь, ну, в записи уже, вот, сделаю такие записи, пусть Бог благословит во всех, и вот видение, которое я видел там в карцере, молодым человеком, это был Иисус, это был яркий свет, во-первых, представьте, я к тому времени месяц уже, не видел яркого света, только раз в сутки, там, когда новый родов караул заступает, видишь, ну, в коридоре там этот свет, значит, электрический, да, вот, а здесь яркий свет, который больше, чем электрический, больше, чем любой земной свет, больше, чем солнечный свет, благодать и мир умножается, умножается, аминь, света пишет, аминь, аминь, вот, и, как художник, я был очень сильно еще впечатлен, знаете, чем, что этот свет, он проходил насквозь, он не оставал, не оставлял полтонов, теней, он проходил насквозь, и он согрел меня, он теплый был, не просто теплый, а какой-то удивительно теплый, он не постепенно теплый, а сразу теплый, если можно так выразиться, допустим, вот у меня здесь микроволновка, значит, братья, сестры, спасибо, вот, Рязанские, значит, и кормят меня, поют меня, значит, там, первое, второе, там, значит, все есть, пожалуйста, чаи, я пью кофе, значит, вот, значит, курочку мне готовили, вот, вчера, значит, микроволновку, скажу, вот, если что, будете разогревать, я вот чем и пользуюсь, разогреваю там, вот, и вот, но тогда, в то время, у нас не было микроволновок-то, но, вот, я испытал нечто подобное, этот свет, он согрел меня изнутри, он, я изнутри весь согрелся, знаете, вот, удивительно, и этот свет, он проходил насквозь, и он меня так согрел, не просто, как микроволновка, постепенно, там, допустим, ставишь, там, таймер, Ее там, допустим, 5 минут нужно, допустим, да, чтобы там что-то там серьезно погреть, да, допустим, вот, или меньше, допустим, время ставишь, вот, а этот свет, он согрел как-то сразу, вот, ну, мгновенно, можно так выразиться, и не просто мгновенно, а еще этот свет согрел так, что я не остывал, я оставался в этом же карцере холодном еще сколько там, ну, пару недель еще, я думаю, точно оставался, Но самое интересное, я не остывал, я не охлаждался, то есть, я оттуда вышел, будучи теплым, вот в чем дело, все было холодно вокруг, а я был теплым, то есть, это свет удивительного свойства, это Божий, ну, как вот в православии еще мы называем это фаворский свет, ну, это как бы намек, как бы, и указание на свет преображения, в котором был Господь Иисус, явился ученикам именно в таком вот качестве, вот именно в преображенном виде таком, вот, один из этих проповедников, как-то сравнивал, один из старцев, я не помню, кто, Кирилл, что ли, а, я был у Наума в Загорске, тогда еще 87-88 год как раз был, да, вот на рубеже как раз, конец 87-го, начало 88-го года в Загорске, значит, у Наума старца, и вот Наум этот как раз, значит, он и рассказывал-то, я был в его келье как раз, значит, там, и он меня, молодого человека, вот поместил, вот, будешь у меня в келье, я говорю, а что, батюшка, а что делать, вот просто наблюдаю, просто молись, Иисусову молитву, вот, знаешь, я говорю, да, вот, ну, вот совершаю молитву Иисусову, и все, как бы, ну, я Иисусову молитву совершал, значит, и вот слушал, что старец говорил там людям, приходящим к нему, так интересно было, так чудно все было, как-то, но многое, что я для себя вынес, честно говоря, вот, из просто там, как бы, такого, просто наблюдения, просто молитва Иисусова, вот, и этот Наум как раз и сравнивал-то с тем, знаете, с чем, что, вот, как, допустим, радиоволна, допустим, говорит, ну, у него там был радиоприемник, ну, такой еще какой-то такой, ну, обычный советский такой радиоприемник, правда, я не видел, чтобы он его там включал при мне, значит, но, видимо, включался иногда этот приемник, значит, и, значит, и он как раз и говорил, что, вот, допустим, радиоволна здесь есть, в этом помещении есть, но мы их слышать не можем, потому что наши уши, они не воспринимают эти волны, говорит, ну, там, вот, кому-то рассказывал, там, приходили люди же разные, там, и советские тогда же люди были все еще тогда, а верят особенно, я так понимал, что далеко не все были там люди, люди религиозные, вот, из приходящих, ну, обычно советские такие люди, но со своими нуждами, вот, к старцу всесоюзному батюшке приезжали, и вот, ну, говорит, вот, есть приемник у меня, говорит, вот он, а может он держал его просто как иллюстрацию, не знаю, короче, вот, значит, и, вот, включаю, когда, вот, эти радиоволны, он, говорит, делает доступными для меня, говорит, понятными для меня, для моего уха, восприятия, и я, вот, как костыль этот использую, такой, для моего уха, уха, я могу, значит, вот, как бы слышать, говорит, значит, вот эти волны, вот так же и вот этот свет фаворский, божий свет, вот, значит, вот, свет Христов, да, мы не видим его сейчас, ну, большей частью верующих, мы не видим его, только в каких-то особенных случаях, обычно, в таких стрессовых каких-то ситуациях, вот, когда либо смерть в лицо смотрит нам, либо, вот, либо что-то, либо Бог показывает какое-то видение, однажды я видел видение, второй раз в жизни, первый раз в жизни, два раза в жизни видел видение, один раз в экстриме таком, в карцере, а другой раз, прямо противоположная ситуация, без всякого экстрима, без ничего, просто, вот, был, значит, вот, на служение, собрание одной евангельской церкви, значит, и просто размышляя, молился, вот, и вдруг это видение, то есть, как первый, так и второй раз, это совершенно без всякого, там, вот, ну, не знаю, предупреждения, как-то, без всякого, моего, там, какой-то даже, не знаю, даже пожеланий моего какого-то не было в этом, ну, наверное, внутри где-то, наверное, было, не знаю, честно говоря, но здесь не было точно, значит, даже никакого понимания, что будет, вот, сейчас будет, даже за секунду до начала этого видения, не было никакого здесь понимания, что будет сейчас какое-то видение, что-то будет сверхъестественное, но сверхъестественная реальность, в этой, более реальная реальность, в этой реальности земной раскрылась тогда тоже, удивительно, я видел картинки будущего, удивительно, который до сих пор, прошел столько лет, до сих пор я это, ну, не вижу, Но я знаю, что это будет удивительно. То есть, ну ладно, это уже другая тема. Так вот, и все-таки дорасскажу. Сейчас мы будем совершать причастие уже, хлебопреломление. Хочу дорассказать все-таки то свидетельство свое, что произошло в карцере. Потому что это еще недалеко не все. Я видел свет этот, это одно было. Удивление мое. Вот, и этот свет меня и накормил, и напоил. Потому что я не хотел ни спать, ни есть, ни пить. После этого две недели подряд я просто был напоен, накормлен. Выспавшимся мне казалось как будто бы теплым. Удивительно вообще сверхъестественно. Но вот пару недель последних. Два-четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Ну там кажется время, оно идет по-другому совсем. Там отчитываешь сутки еще тогда, когда только лишь на ворота в караул заступают. Вот. И я 24 часа в сутки, я улыбался просто. Просто улыбался. Ну раз в сутки я конечно не улыбался, но старался не улыбаться. Это когда в караул заступает какая-то. Я слышу там, что там открыли дверь камеры, другой камеры открыли дверь. Я понимаю, сейчас скоро до меня дойдут уже, и мою дверь откроют. И ко мне зайдет офицер, солдаты допустим. Но я понимал, что не нужно быть серьезным, а то скажут еще, думаю, что с ума сошел там дурачок. Поэтому я старался изобразить серьезное лицо раз в сутки. Но как только они уходили, я снова расслаблялся. Снова улыбался. Представляете, когда я оттуда освобождался, но я по сути не увольнялся из армии, а освобождался из армии. То, значит, у меня вот эти мышцы болели даже. То есть, я только потом это понял, что они мне даже немного чуть побаливали. Ну, приятно побаливали. Потому что я, оказывается, две недели подряд просто улыбался. Подряд, 24 часа в сутки. Ну, там же не спишь, там это как... Там нельзя спать вообще. Ну, представьте, полтора месяца не спать. Вот, совершенно не спать. А последние две недели даже, ну, быть в радости такой. Не спать, но в радости, в счастье таком. Вот. Наверное, со стороны очень чудно это все смотрится. Но, вот, как говорят, за что купил, за то продал. Просто Бог вот так вот, просто оказал такую милость и благодать. Даже иногда мысли дьявола пытался посеять какие-то свои глупые, но они тут же отскакивали. Вот, значит, и мысль такая. А что, если все-таки, ну, в дисбат отправят? Хотя внутри было понимание, что никакого уже дисбата не будет, что... Хотя внешне все было так же плохо, но внутри, что я буду на воле, что, значит, не ногами вперед дембель будет, что не из дисбата. Вот, а, значит, из армии я уйду, все нормально будет. Но иногда мысли такие приходили, думаю, а что, а что если все-таки в дисбат не хочется же, там, полтора-два-сока года там в дисбате, да плюс еще ногами вперед дембель устроить обещали. Вот, но тут же, эта мысль как только приходила, тут же она отлетала, потому что удар, как вот Пусик там на днях нокаутировал там и стал таким чемпионом известным. Я посмотрел фрагмент, как раз вот, когда, как он там, значит, ну, ударил, такой удар, такой мощнейший, думаю, вот это Усик, вот это да, думаю. Вот, ну, я не боксер вообще, я не любитель этих сцен, как бы, насилий, но вот просто мне прислали, как раз, друзья, тем более сын мой, дети мои, сыновья там болели все за Усика. Значит, я посмотрел, значит, там, этот эпизод сам, как бы, как он все-таки, ну, как бы, победил его победы. Думаю, надо же, вот это да, думаю, да. На что способно тело человеческое, так он тренировал свое тело, что, значит, и такой удар такой, значит, что, да, тот боец второй, тоже мощный такой дядька, но он не смог устоять уже, все, он уже, он уже пал. Было видно, что он уже просто физически не в состоянии продолжать сражение. И, как бы, Усика объявили чемпионом, бесспорным просто чемпионом, мировой звездой, да. Вот, кстати, здесь в Рязани, новое Рязани, есть пастор Владимир, он бывший чемпион по боксу, значит, Казахстана, по-моему, да, значит, в среднем весе, по-моему, так вот говорили. Вот, и уже здесь, будучи вот в Рязани, пастором, значит, он занимается детьми, подростками, тренирует их, значит, тоже, продолжает занятия боксом, значит, как тренер уже, да, значит, и там очень-очень большое уважение у него здесь по Рязанской области, по Рязани, к нему, да, значит, так что такой здесь христианский усик есть такой здесь, он тоже рассказывал много интересного. Ну, ладно, я извиняюсь за отвлечение, вот, и все-таки дорасскажу эту историю. Я видел не только свет, я признаюсь честно, что я видел не только свет яркий тогда в карцере, я видел еще Иисуса, в этом свете был еще ярче свет, и это был Иисус. И он улыбался, наверное, наверное, слушайте, я только сейчас подумал об этом, столько лет прошло, я только сейчас об этом подумал. Он, наверное, заразил меня этой своей улыбкой. А, кстати, интересно. Ой, ну ладно, да, и вот как в слове сказано, Сей, Иисус Христос, будучи сияние славы, сияние славы. Вот я на этом остановился и дальше просто не мог читать, потому что я восхищаюсь этим словом сегодня и хочу причастие совершить именно как раз в этом. Надежда пишет, приветствую, очень ценю ваше служение, получил много ответов, но меня очень смущает, что иногда вы говорите на фоне икон, почему вы не против иконопочитания. Надежда, рекомендую вам все-таки посмотреть мои семинары по истории христианства. И есть видео мои, именно вот здесь, вот на ютубе, на этом канале, именно видео, посвященное вот именно идолопоклонству, иконопочитанию. Я категорически против иконопочитания. Я отказался от него в 96-м году, когда по идейным соображениям я вышел из рядов, как говорится, традиционной русской православной церкви Московского патриархата, где я служил до того, здесь в Рязани, Рязань почему для меня особенный город всегда, почему я сюда приезжаю в Рязань, всегда особенно переживаю, молюсь за Рязанскую область, даже редко приезжаю сюда, но молюсь за Рязань, потому что здесь, как священник, я начинал свое служение. Мы с Индой сюда приехали в Рязань, куда мы приехали вначале, забыл, городок-то здесь-то, а, Ряжск, вспомнил, Ряжск. Я там и не служил, честно говоря, просто там познакомился с одним священником в Загорске, и вот в Ряжск как раз приехал к нему. А потом с Ряжска, там только переночевали, переночевал я, значит, и меня отвезли сюда, к Симону Рязанскому как раз. Вот, Симон Рязанский, он как раз меня архиепископ, он меня и руководил здесь в священнике. Здесь в Борисогребском соборе служил я, потом в Рязанской области служил на приходах, это было в 91-м году, еще последние месяцы Советского Союза. Вот, застал, будучи священником, все эти события здесь застал в Рязани. И вот, и я был в то время, к сожалению, став священником особенно, я стал ревностным идолопоклонником. Я стал иконам-почитателем, почитателем крестов, икон и прочее. Я сейчас не против икон, не против крестов ни в коем разе. Вы на мне видите сейчас вот панагию, епископский медальон такой, крест. Вот, и часто иконы я и сам намереваюсь, вот, как художник продолжить, значит, эту практику, буду делать тоже изображения эти. Но не почитать их ни в коем разе, почитать нельзя. Это идолопоклонство. И сегодня, кстати, память патриарха Кирилла Лукариса, который через сто лет после Лютера поднял реформацию на Востоке, в православном мире уже. Если Лютер, значит, на Западе начал, то патриарх Кирилл на Востоке начал реформацию. И то же самое он как раз вот и говорил, собственно, сегодня его день рождения, кстати, да, вот, значит, Кирилла Лукариса. Так вот, значит, и патриарх Кирилл говорил так, что, значит, что не сама икона, не сама живопись является греховной, а почитание ее является греховным. Вот, и богопротивным. Он об этом писал, кстати, очень интересно. А за что их почитать? Они не умирали за нас на кресте, извините, за прямую линейность. Пусть Святой Дух даст откровение. Да, ну, имеется в виду почитание, я сейчас говорю о почитании икон, но Светлана, наверное, имеет в виду уже проблему другую зацепила. Это проблема многобожия называется. Ну, это, в принципе, и многобожие, и идолопоклонство, это две таких, ну, раковых опухоли в теле Христа, значит, и в православном христианстве, к сожалению, это очень сильные проблемы. Я этим проблемам двум, и многобожию, и идолопоклонству, уделяю огромное внимание. Вот, в семинарах по истории христианства об этом рассказываю, как это все пришло в жизнь церкви. Здесь, кстати, в Рязани, вот, в субботу, прошлый шаббат, я, значит, как раз об этом говорил, проводя семинар здесь, межконфессиональный такой семинар. Вот, и в среду, если вы в Рязани, кто смотрит меня, приходите здесь на бутырках в дом молитвенный, вот, значит, и в 18.30 начало молитвенного такого собрания вечернего, вот, собираюсь поделиться Словом Божьим, если Господь позволит, вот, как раз именно о молитве. Вот, ну, если даже и, что, просто приходите хотя бы помолиться здесь, да. Хороший дом молитвенный, вот, братья, сестры, вот, верующие собираются здесь. Пастор Анатолий Анатольевич Редин. Вот, и потому что почитание кого бы то ни было, о чем пишет Светлана, это есть многобожие. Многобожие, когда, значит, кто не умирал за нас на кресте, мы пытаемся их, умерших, многих, то бишь, умерших людей, даже Матерь нашего Господа Иисуса, апостолов, кого-то еще наделить божескими свойствами, там, всевидение, всеприсутствие. Это есть грех, конечно, это есть многобожие. Или же, как пишет Надежда по поводу иконопочитания, это есть идолопоклонство. Но, в принципе, многобожие идолопоклонство и нарушение первой заповеди, нарушение второй заповеди, это очень близкие проблемы. Обычно там, где идолопоклонство, там многобожие. Где многобожие, там идолопоклонство. Так было всегда в истории Израиля, в Библии читаем мы, в истории христианства тоже мы это знаем. Но Господь помилует и идола поклонников, и многобожников Я таковым был до 1996 года Почитал кресты, иконы, молился, почитал мощи И совершал эти мерзости пред Богом Думая, что почитая, полагая, что это угодно Богу Думал, что служу Богу И только в 1996 году, вернувшись к авторитету Слова Божьего Я осознал четко, что этими вещами, которыми я думал, что я служу Богу Я служил дьяволу, не понимаю того Об этом многое, я свидетельствую, уже больше 20 лет об этом Свидетельствую в разных собраниях И не только в собраниях верующих и неверующих Всем это рассказываю Чтобы люди сторонились, как от чумы шарахались от многобожия и от идолопоклонства Потому что это страшные грехи, знаете ли Вот, а в 98 году, да, в 98 уже Вот, я уже почти два года как вышел тогда из традиционного православия Я видел сновидения, видел ту грязь многобожия и от идолопоклонства С которой Бог мне достал И я слышал во сне голос, который несколько раз повторил мне одно и то же Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий Чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку Держи то, что ты сейчас имеешь, даже тем, что ты сейчас имеешь И так было сказано несколько раз во сне А потом, кстати, еще раз после пробуждения уже Тихим голосом, как будто мысль моя Но я уже не спал точно уже Вот так вот, дамы и господа Благодарю Бога за тело и кровь Его Примем причастие, друзья мои Тело и крови Иисуса Христа У меня здесь нет сока Я просто, иногда, когда нет сока, я в дороге Просто, допустим, наливаю воды И беру просто хлеб Вот, здесь он выпекается Рязанский вкусный хлеб Обычно такой ржано-пшеничный хлеб Вот, но причастие это не качество вина или хлеба Это качество нашего рассуждения Потому что причастие совершается не просто ртом То, что входит в нас, оно не может нас осквернить Вот, или осветить А причастие совершается здесь и здесь Нашим рассуждением О теле и крови Иисуса Христа Вот, поэтому даже где-то в электричке Значит, где-то в поезде Там, значит, там Я порой совершаю причастие в дороге Где-то в парке, где-то на улице Я стараюсь каждый день об этом Размышлять о теле и крови Иисуса Христа Я понимаю, что самое главное здесь размышление наше о теле и крови Иисуса Христа Что Христос во мне, а я в Нем Бог во мне, я в Боге Это самое важное Ани ля доди, ведоди ли Как в Библии говорится, да, оригинально Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Спасибо Тебе, Господь Благословен Бог наш, Царь Вселенной Давший нам хлеб из земли Аминь Благословен Бог наш, Царь Вселенной Давший нам плод виноградной лозы Аминь Спасибо Спасибо, Господь, спасибо Спасибо, Иисус Спасибо, Иисус Ты живешь во мне Я в Тебе Спасибо, Иисус За благодать, за истину Спасибо, Иисус За все Гимн Иисусу В послании к евреям Читают первые главы Те слова Бог многократно и многообразно Говоривший издревле отцам в пророках В последние дни сии говорил нам в сыне Которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Сей, будучи сияния славы Вот это как раз сегодняшний текст Сияние славы Он является, Иисус Христос, сиянием славы Бога Сиянием славы Отца нашего Сиянием славы Творца неба и земли Сиянием славы вечной Спасибо тебе, Господь Дальше говорится Образ ипостась его Держа все словом силы своей Совершив собою очищение грехов наших Воссел одесную величие на высоте Одесную престола Божьего Спасибо тебе, Господь Великий первосвященник наш Господь Иисус Слава тебе и хвала, Господь Благословен Бог наш Да благословит тебя, Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит, Господь, лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Христу Которая является сиянием славы Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Аллилуйя Благословляю всех вас, братья и сестры Из города Рязани Древнего этого города С Рязанской земли Молюсь с молитвой В молитве о Рязани О Рязанской земле О духовном пробуждении Этой древней земли Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевская архиепископия Мир всем вам Ну и как после